Внимание, не подпишись. Если такой парад техники с сине-оранжевыми полосами проезжает рядом, то вариантов два. Либо кто-то действительно тонет, либо проходят учения МЧС. К счастью, второй вариант. Спасатели края готовятся к весеннему паводку и в первую очередь тренируются вытаскивать утопающих. И осуществляют доставку вместо провала под лед самодельного средства помощи, которая представляет собой деревянную лестницу на обоих контактах, в которой имеются петли для удержания спасателя с пострадавшим во время транспортировки. Помимо спасателей в импровизированном штабе рядом с Затоном и другие службы – полиция, энергетики, медики – отчитываются о готовности к половодию заместителю председателя Алтайского края Игорю Степаненко. Толщина льда по состоянию на 29 февраля по водным объектам у нас ниже среднемноголетних значений незначительно. И таким образом при неблагоприятном развитии метеоситуации уже в 3 декаде марта возможно вскрытие малых репких горя Алтая. Эксперты заявляют, что беспокоиться не стоит, все службы готовы. Однако риски есть всегда. И в 2024-м спасатели опасаются повторения первой волны 2018 года, когда в край затопило тысячи домов. Тогда причиной такого сценария стала промерзшая земля. Для некоторых районов эта зима тоже стала малоснежной. Замерзший грунт не впитывает талые воды, и они уходят в низины. Когда земля промерзшая, значит, тогда мы понимаем, что если резкое потепление, не дай бог еще с дождями, то, конечно же, в это время ждите того, с чем придется бороться. Состав формирований, конечно же, у нас улучшился. Улучшилась и федеральная группировка, улучшилась группировка подразделений территориальной системы РСЧС. Мы продемонстрировали только малую часть всей группировки. Порядка двух тысяч человек, порядка трехсот единиц техники. Это только группировка, которая предназначена для оперативного реагирования. Также на случай худшего сценария развития ситуации по всему Алтайскому краю сделали 400 пунктов временного размещения для 60 тысяч человек. Но оценить предстоящий масштаб паводка можно будет лишь в конце марта-начале апреля. Данил Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.